Здравствуйте, меня зовут Самойленко Наталья. Я ознаменовался интересными путешествиями. Мы посещаем очень много питомников. Ну, только по Саратовской области, сколько мы поколесили. Но интересны питомники Ленинградской области. Причем нас в этом году не интересуют крупные питомники. Нас интересуют небольшие. И сейчас мы находимся в небольшом таком мини-хозяйстве. Как говорит хозяйка, она 8 лет отработала на подводных лодках. Она с техническим образованием. И вот судьба ее привела к загородной жизни. Сначала была дача, потом было безумное увлечение розами. И в итоге все закончилось, ну, наверное, нескончаемой любовью к гортензиям. Участок очень интересный. Человек выращивает самых маленьких череночков до, в принципе, кондиции 7-10 литров. Это удивительно. Удивительно то, что у нас много кто в Ленобласти, много что выращивают. Но всегда есть очень большой вопрос к состоянию растения и к состояниям саженцев. Если честно, первый раз, когда я зашла на участок, моя мысль была о том, что, наверное, нас хотят немножко обмануть. И это привезенное растение с ближайших садовых центров. Но я с уверенностью вам говорю о том, что это не так. Здесь действительно полный цикл. И я желаю этому питомнику процветания и расширения. Потому что, к сожалению, пока он ограничен очень маленькой территорией. Но в скором будущем, я надеюсь, он увеличится в два раза. А это значит, что в два раза будет больше сортов растений. Это значит, что в два раза будет больше самих растений. И пускай не в два раза, но хотя бы процентов на 15-20 это все может быть намного доступнее. И очень интересный момент. Так как человек все время в работе, человек, представляете, встает в 5 утра и, начиная с 5 утра, готов принимать своих покупателей. Здесь очень интересно, сам сад сделан. Сначала мульчируется торфа, потом скушенную траву надо куда-то девать. Здесь достаточно большой газон. Сверху мульчируется у нас с вами травой. Таким образом сорняки не растут. И постоянно такое небольшое органическое удобрение растения подходит. Этот метод не подходит, если у вас парадный цветник. Но если речь идет о миксбордере, то почему нет? Достаточно все неплохо, быстро разрастается. Я думаю, что через два года здесь ни скошенной травы, ни земли видно не будет. А я думаю, что мы через два года обязательно сюда вернемся. Итак, давайте прогуляемся. Мы в гостях у Светланы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Дарят такой фейерверк красок, что до глубокой осени, до заморозков стоят вот эти цветы по 40 см, по 30 см, в зависимости от сорта. Добавил субтитры DimaTorzok 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 или это просто вот я не знаю не серьезно нет значит я черенкую и размножаю все то что у меня растет в саду то есть все это зимостойкая и интересен ну питомник но с моей точки зрения тем что саженцы допустим ну бюджетные небольшие да я могу подвести покупателей показать что во взрослом состоянии будет у вас вот такое вот поэтому практически то что у меня саду и калина бульданыш и сирени дюрина там лапчатки бузина опять же золотистый все это черенку то есть это свой ассортимент до ассортимент своего сада то есть с учетом того что вот черенки там вудварде до взяты вот условно до с этого вудварде и соответственно раз этот экземпляр хорошо себя чувствует твоего условно клонировать тогда еще один вопрос я краем уха услышала что вы водите экскурсия да это сюда приезжает группы или этой экскурсии для покупателей да или нужно как-то записываться заранее каким образом значит в том году была экскурсия у меня зеленая стрела в мае месяце приезжали там где-то 14 человек вот ну и я рассказывала как я черенкую как я яблони формирую как там в общем-то все было интересно непосредственно экскурсия это когда приходят покупатели им просто интересен мой сад и я могу провести ну так называемую экскурсию ну где-то там час-полтора и пообщаться с людьми мне вот это гораздо интереснее вот общение собственно говоря питомник у меня и создался для того чтобы людям объяснять как правильно сажать как правильно ухаживать потому что 20 лет назад когда я этим занималась у меня было очень много ошибок ну да и мне хочется чтобы люди уже посадили ну по моей рекомендации пускай они там прислушаются вот но они наглядно видят что это да действительно вот так надо сажать и вот я такие экскурсии провожу а тогда такой вопрос желание преподавать никогда не было ну получается что вы каждый раз делитесь своим опытом до сделать это более как бы масштабно потому что ну как бы проблема допустим питерцев до заключается в том что каждый есть что-то узнал он так вот сидит и игорь не я же там на это 20 лет убил своей жизни почему я буду там что-то кому-то говорить вот это очень большая проблема потому что вакуум свое время канал именно поэтому создали да для того чтобы люди так или иначе обменивались информации вакуум среди садоводов среди ландшафтников он очень большой желание преподавать никогда не было наташа у меня физически не получит не получите зима ну зима может быть да потому что с весны до осени я встаю в 5 утра но я люблю это время и по всей видимости я жаворонок вот спокойной обстановке когда птички поют я обхожу все свои владения вот и любуюсь ну и потом начинается трудотерапия ну то есть потому как у вас загорелись глаза я поняла что мысли такие были но были да 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 понятно ну наверное мечты всегда должна сбываться да на этом я и стою так или иначе оно должно исполнится тогда вопрос следующий вы занялись достаточно такой интересной темой это контейнерное оселенение хотя исходя из ваших почв насколько я понимаю здесь можно было бы выращивать и в открытом грудь вот и тем не менее контейнерная то есть я понимаю это клиент получает уже готовую корневую систему он может высаживать ее в любое время но при контейнерном озеленении всегда это гораздо более трудоем и трудозатратно да ну как минимум питательные вещества вымываются из контейнера да на мой взгляд это всегда дополнительный полив на мой взгляд это всегда дополнительные подкормки я просто видела ваши растения и первая моя мысль была о том что это невозможно было вырастить в контейнере да потому что но я честно могу сказать я ожидала слегка такие недокормленные где-то немножко вытянутое растение а то что мы увидели мы увидели действительно обалденные кусты вот которые формируются который имеет не одну палочку да это три-четыре ветки вот и мы пока вот не на камеру с вами гуляли я несколько раз с разных сторон подходила к вам с вопросом сколько и как вы кормите каким образом у вас это получилось допустим гортензии метельчатые многие древовидные тоже любое травмирование корней они болеют но не в такой форме чтобы там чахли там все рост у них замедляется для этого надо будет и когда пересаживаем в контейнер для этого надо будет и корневином лишний раз полить чтобы те всасывающие корни которые мы обрубили вот они быстрее восстановились и естественно рост и чтобы был при контейнерном выращивании конечно это трудоемкая работа потому что у меня получается черенкую потом значит укоренились черенки в р-9 я высаживаю они оплетают корневую систему контейнера потом идет пересадка в 3-х литровый контейнер и так по годам 5-7 литровый но я саженцам всегда даю волю для роста потому что у метельчатых гортензий у них хорошо развита корневая система быстро нарастая быстро нарастает поэтому вот приходит кормите сколько раз вы все зоны именно контейнер на и смотрим почки тронулись и в рост это конец апреля начало мая значит заработала корневая система и подкармливаю фертикой весна сначала хорошо проливаю затем потом подкармливаю немного немного подкармливаю и потом опять проливаю но из-за того что у них почва смесь свежие вот торф и перегной я сажаю две части торфа один одну часть перегноя вот то им достаточно небольшой подкормки но подтянуть минералку да просто минералку подтянуть вот и все свои гортензии высаженные я тоже также кормлю ранней весной ну май но как проснулась рождения когда заработал а потом я наблюдаю за саженцами я вижу что им хорошо значит не надо кормить ну да логично да если кто-то вот что-то там ну вот я вам показываю экземпляры то я их подкормила вот а так я смотрю по состоянию листа по побега способности если хорошая побега способность то значит и корневая система хорошие тогда наверно последний вопрос заключается в следующем насколько я понимаю вы продаете только в рамках этого питомника и вас нельзя найти на выставках где-то правильно то есть если люди захотят им надо будет приехать сюда хорошо постоянно я здесь пожалуйста с пяти утра до девяти вечера я всех готова встретить я думаю в пять утра наверное ма не будет еще у меня есть клиенты один при 8 утра приезжает я до чего его ну как бы люблю уважаю получает постоянно скидки за это и это мужчина этого зря сказали потому что похоже будут люди в пять утра ничего страшного я не гоняюсь там особо там тогда мы оставим под роликом будут контакты вот и можно будет обязательно связаться вот и получите консультацию про растения и получить побывать на экскурсии потому что здесь много интересного ну и соответственно приезжайте за гортензиями черенкую в основном зелеными черенками это где-то у нас происходит если у меня гортензия находится в теплице то я могу и весной они уже подросли полу одревесневшие и могу весной уже начинать черенковать заодно я формирую гортензии которые вот зимовали и в основном они ну где-то 20-25 дней и укоренение идет 11 сентября фрейс мельбо колес образовался еще неделя и мы уже пересаживаем дальше мы пересаживаем в девятку и в зависимости что я хочу с этими гортензиями делать вот они у меня могут месяц просидеть но самое главное чтобы было укоренение мы смотрим еще рановато корней нет когда появится корни ну вот на этих наверное есть да вот уже белые всасывающие корни мы их пересаживаем трехлитровый контейнер заодно формируем все побеги которые растут вовнутрь формируем если у меня мало черенков этого сорта то я могу допустим вот как ванила фрайс я эти черенки еще раз обрезала одревесневшие ну зеленый полу одревесневший и вот сейчас они начинают опять расти и уже этот курс практически сформирован потом я его буду вот эти высаживать 5 литровый контейнер мы видели маленькие укорененные череночки в да и мы потом значит пересаживаем в р-9 добиваемся чтобы корневая система опутала этот контейнер и весной это весеннее у меня черенкование и весной потом я высаживаю в трехлитровый контейнер и вот это мы видим рост этого года это вот из весеннего черенкования то сейчас следующая стадия мы из трехлитрового контейнера пересаживаем 7 литровый контейнер но этот саженец значит того года то есть вот это мы пересаживаем 7 литровый контейнер и этот в это ванила фрайс будет на следующий год вот такая полностью цветах мы им постоянно даем землю чтобы развивалась корневая система пересаживая из меньшего контейнера в больший контейнер ну вот и подошла к концу наша небольшая прогулка по мини питомнику в гостилицах я надеюсь что вам понравилось и обязательно пишите если вам есть чем похвастаться и что показать пишите и мы обязательно приедем потому что ну действительно садоводы всех стран объединяйтесь чем больше мы общаемся чем больше мы знаем о таких замечательных людях тем наверное мир становится лучше до скорых встреч удачи